приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами делим внимание народным предметам на 17 июня в этом видео поговорим о народном календаре поговорим о церковном по календаре удели внимание каждому знаку зодиагой так друзья далее все более подробно в этом видео народном календаре 17 июня получила множество интересных названий. И звучат они следующим образом. Митрофан красный сарафан, Митрофан навозник. Считалось, что именно сегодня, 17 июня, можно добиться еще более богатого урожания. Урожая для этого обязательно. На Митрофана землю удобряли навозом, за которое она должна была отблагодарить крестьянина. Без навоза батюшки не жди хлеба от земли матушки. Именно 17 июня играла большую роль по наполнению наших предков и считала, что именно сегодня потрудиться как следует и лечь спать нужно попозже, тогда весь год будешь есть досыта. Даже появилась такая народная поговорка, что на Митрофана не ложись спать рано. Для посевов необходим был полив, так что 17 июня и дождь вызывали, заговаривая ветер. Занимались этим на Митрофана знахари. Их заговор заставлял и неприятности обходить людей стороной. На Руси, к слову, приметили, что лен на Митрофана уже отлично растет. Некоторые поверья дня были связаны с русальной недели, которая притворяла Ивана Купалу. Русалки верили на Руси, могут вызывать дождь, поэтому земледельцы выполняли на Митрофана такой обряд. Выбирали самых красивых девушек на деревне, оплетали их зелеными веточками и поливали водой, чтобы дождь пошел. А вот православная церковь 17 июня чтит память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, который жил в 3-4 веках. Получил он свое название за то, что люди удобряли посаженные овощи навозом в этот день. Наши предки считали, что чем больше сегодня удобрения вылить на землю, тем родючее она будет в ближайшие 5-10 лет. Обязательным пунктом было высадить гречку. Обращайте внимание сегодня на знаки природы и животных в этот день. К ухудшению погодных условий будет душно на восходе солнца. Будет лить еще несколько дней, если сегодня идет дождь. Хорошая погода будет, если на востоке радуга, а если на западе, то к ненастью. Дождей предсказывает и сильный цветочный запах. Будет хороший урожай ячменя, если его сегодня посеять. В этот день, 17 июня, рекомендуется отложить всю домашнюю работу, особенно ту, которая была связана с водой. Уделите сегодняшнее внимание своим близким и родным людям. Напишите сообщение, позвоните по телефону, предложите встретиться и заберите к себе на недельку. Вам нужно больше общаться со своей семьей. Сюда можно отнести как родителей, так и супруга с детьми. Возможно, у вас есть родной брат или сестра, они тоже требуют вашего внимания и поддержки. Вы в последнее время очень сильно устаете на работе, почти не остается сил на дополнительное внимание и заботу. Но нужно сейчас отвлечься на другие процессы. Вспомнить, что у вас есть семья, с которой вы мало видитесь и измените немножечко свой график работы. Немного себя и разгрузите. Еще сегодня нельзя вступать в конфликты с близкими людьми и ссориться, иначе вскоре вы не сможете найти общий язык к примирению. А ваши разногласия затянутся на несколько месяцев вперед. Иногда такие конфликты образуются из-за недопонимания в какой-то истории или ситуации. Не делайте поспешных выводов, постарайтесь разобраться в ситуации и выяснить, в чем именно состоит недопонимание. Не скрывайте эмоции в себе, потому что еще больше они будут вас тревожить, если пойдет процесс накопления. Нежелательно сегодня всрывать цветы и ходить в лес. Эти вещи не принесут вам ничего хорошего, кроме неудачи в будущем дня. Все будут падать с рук, не получаться, теряться и забываться. Прогулки с зелеными лесами оставьте на потом, на хорошую погоду, где можно будет выбраться компании, пожарить сосиски или шашлык. По возможности избегайтесь сегодня деловых поездок или даже увеселительных поездок. В противном случае опасайтесь неприятных сюрпризов. Страстных чувств не видно, но и конфликта в этот день тоже. Если вы ищете свою вторую половинку, она может появиться внезапно. Вам удастся избежать беспокойства о будущем, так вы позаботитесь о практических деталях сейчас. Не стройте себе планов с тем, кого вы еще не встретили. Не раскрывайтесь сразу. Как пара, вы захотите дать волю своим желаниям, но ваша вторая половинка будет не на той волне. Вечер подход для романтических свиданий. Делайте все, что от вас зависит. Это поможет обрести душевный комфорт и равновесие. В поисках развлечений на вечер сегодня не стоит идти и просаживать деньги в казино, даже если ваши друзья настоятельно будут звать вас с собой. Сегодня вам гораздо больше повезет в любви. Воздержитесь от азартных игр. Больше вечера подходят для романтических свиданий. Благодаря богатой фантазии мужчин, они проходят поистине незабываемо. Вечер может порадовать неожиданными подарками. Сегодня задумайтесь о своем здоровье и о том, что может быть необходимо уже пройти медицинское обследование, если вы его не проходили несколько лет. Займитесь сегодня спортом или подумайте о том, чтобы делать физические упражнения каждый день. Делайте упражнения и придерживайтесь балансированные диеты. Попалуйте себя сегодня. Годите в ресторан или в парикмахерскую, но стрижку или покраску делать сегодня не стоит. Если хочется каких-то изменений, то только на прическе и косичке. Нет ничего лучше для расслабления и восстановления вашей энергии, как употребление свежих фруктов и овощей. Если у вас есть дача, отправляйтесь на дачу за витаминами и привезите немного своим городским друзьям, которые покупают все в супермаркетах. Они обязательно это оценят. Ну а чтобы бороться со склонностью к неудовлетворенности, цените положительные стороны своей жизни. Сны в этот вечер будут вещами. Вы сможете узнать, что вас ждет в будущем, но просто не сразу это вы сможете понять во сне. Обращайте внимание на знаки. Они в будущем проявятся и в реальной жизни. Никому не рассказывайте об увиденном, а свой сон и пожелания запишите в тетрадь и когда исполнится, сожгите этот лист над водой. Именины отмечают в этот день Александр, Афанасий, Валерий, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Марфа, Николай и Северин. Сегодня, как и в предыдущий день 16 июня, заговаривали ветер, чтобы он принес благодатную влагу дожди. Знахари, как начинало только темнеть, шли за околицу и начинали махать руками, проговаривая специальные слова, которые знали только они тихим голосом. Верили, что после такого ритуала ветер начнет помогать земледельцам, давая им благодатные дожди и унося все неприятности, болезни и другие беды куда подальше. 17 июня на метрофана было принято вывозить в поля навоз для удобрения земли. Но перед тем, как приступать к этому, крестьяне проводили определенные ритуальные действия. Первым кидал навоз самый старший из присутствующих. Он был, как правило, одет в белую рубаху и подпоясан красным поясом. После он уходил в храм, чтобы помолиться за хороший урожай. Все остальные продолжали работы по удобрению земли. Продолжали сеять гречиху и лен. Также подмечали и то, что к этому дню уже начинала краснеть земляника. Митрофанов день был очень важным для урожая, поэтому сегодня вставали с первыми петухами, а старались в этот день лечь как можно позже, проводя весь день в праведных трудах. Считалось, что именно сегодня нужно много работать и проявлять себя. Результаты этого дня окупятся в стране в ближайшем будущем. Важно 17 июня было прибраться в доме, а после зажечь свечи и накрыть стол для домочадцев и гостей. Так можно было привлечь богатство и счастье. Неплохо было бы сегодня поработать и на приусадебном участке. Некая дня благоволит прекрасному урожаю. Что нельзя было делать 17 июня в день Митрофана-Навозника. В день Митрофана-Навозника нельзя было делать пирожки с кислыми ягодами. Наши предки знали, что если не прислушаться к этому совету, потом 10 дней будешь кислым, станешь без настроения ходить. Потому и говорили мудрые люди, что сегодня лучше приготовить сладкую выпечку, тогда точно не будет времени для грусти. Запрещается в этот день удобрять землю чем-либо, кроме навоза. Считается, что тот, кто ослушается данного запрета, ничего не вырастет на огороде. В этот день нельзя было произносить такую фразу, как «я иду за водой». Ее нужно заменить другим выражением, например «иду по воду». По народной примете, тот, кто забудет этот совет, скоро может утонуть. В день Митрофана-Навозника нельзя было смотреть на свое отражение в воде, можно было лишиться любви. Кстати, по этой же причине нельзя смотреться в окна и витрины магазинов. Также стараться нужно избегать похода в отделы одежды, где в примерочных стоят зеркала. По народным приметам, в этот день разрешено смотреться лишь собственное зеркало без чужой энергетики. В этот день нельзя при встрече обниматься даже с близкими людьми. Считается, что сегодня между обнимающимися стоит нечистый, который забирает людскую энергию себе. Потому и старики говорили, что в день Митрофана-Навозника лучше ограничиться рукопожатием. Также 17 июня запрещено при приветствии хлопать друг друга по плечу. По народной примете, можно нахлопать человеку болезнь. Если же кто-то по незнанию или специально хлопает, чтобы нанести вред, то ему нужно же отдать хлопок, трижды похлопав в ладоши. Не разрешается далеко отплывать сегодня от берега. Хозяин воды к себе утянет. Наши предки считали, что водяной в этот день грустит, поэтому и ищет с кем бы поиграться. По этой причине сегодня даже хорошие пловцы должны держаться подальше от воды. Нельзя оставлять в доме яйца с поврежденной яичной скорлупой, а также готовить из них еду. Народными поверьями считается, что в них может залезть нечистая сила и начать вредить телу и душе, съевшему такое яйцо. Лучше их применить для хозяйственных нуж или в качестве косметического средства. Также обращаем ваше внимание, что в этот день постарайтесь все-таки уделить внимание своему дому, а также напомните своим знакомым о том, что возможно нужно встретиться и вечер провести в хорошей компании. Также эмоциональный фон в это время становится более напряженным и едва ли вам удастся избежать переживаний и каких-либо волнений. Сегодня не исключены удачные совпадения и неожиданные подарки и сюрпризы. В начале дня важно держать свои эмоции под контролем, особенно если вашего внимания требуют серьезные дела. Творческий подход сегодня будет очень кстати. Сегодня нежелательно принимать решения о каких-то покупках. Легко можно ошибиться и потратить деньги напрасно. Начало дня будет не самым простым, особенно для тех, кто запланировал на это время какие-то встречи. Холодец с окружающими оказывается гораздо труднее, чем обычно. Иногда пустяковые разногласия приводят к конфликтам. Достаточно пустяка, чтобы вы утратили равновесие, начали нервничать и вам очень трудно не раздражаться из-за мелочей. Другие люди не всегда понимают вас правильно и необходимость постоянных объяснений очень вас раздражает. Сегодня лучше не давать волю эмоциям, особенно если вы обсуждаете какие-то серьезные вопросы и принимаете решения, от которых многое будет зависеть. Если вы перестанете слишком нервничать, ситуация изменится обязательно в лучшую сторону. Не стоит огорчаться по этому поводу, вскоре ситуация изменится в лучшую сторону. Но далеко не всегда сегодня удается сохранять спокойствие, хотя вы очень и стараетесь. Много идет не так, как вы ожидали. Вам приходится менять планы и приспосабливаться к ситуации, что порой дается очень трудно. Чужим делам вам приходится посвятить едва ли не больше времени, чем своим собственным. К вам постоянно многие обращаются за помощью и советами, иногда пытаются навязать свою помощь, и то и другое вас начинает раздражать. Вы стараетесь проявить свою деликатность и никому не навязывать свою точку зрения. Это очень нравится окружающим, и они это очень ценят. Вы раньше других узнаете что-то важное, благодаря этому не сделайте и не скажете того, о чем позже пришлось бы пожалеть. Влияние негативных тенденций не продлится сегодня долго, вскоре ситуация изменится к лучшему. Вы станете смотреть в будущее с большим оптимизмом. Чем ближе вечер, тем проще оказывается справиться с делами, реализовать задуманное раньше, а также найти правильные ответы на важные вопросы. Вторая половина дня будет проходить значительно лучше и легче. Будет возможность заняться чем-то интересным. Некоторые неожиданно найдут применение своим талантам, знаниям и умениям. А некоторые из вас вдруг обнаружат, что обладают такими талантами, о которых прежде даже и не догадывались. Появятся сегодня новые интересные идеи, которые вы вскоре с энтузиазмом воплотите в жизнь, и от проделанной работы у вас заметно улучшится настроение. Многое сейчас дается легче, чем до обеда, и вы часто добиваетесь высоких результатов, почти не прикладая для этого никаких усилий. Ко многим делам вы подходите творчески, поэтому они вам не кажутся утомительными и скучными. Ваша интуиция сегодня очень остра. На ее подсказки можно полагаться во всем. Вы сможете воспользоваться удачными совпадениями, чтобы решить какие-то важные вопросы, реализовать старые идеи, закончить то, чему вы отдавали так много сил и энергии. Многие из окружающих захотят помочь вам. Не исключено, что вашими планами заинтересуются очень влиятельные люди. Дело у вас окажется больше, чем вы ожидали, и придется поторопиться, чтобы все успеть. В решении финансовых вопросов вам сегодня очень поможет ваша интуиция. Стоит быть немножечко поосторожнее там, где дело касается денег. Постарайтесь распланировать свой бюджет, отложите деньги на какую-то крупную покупку. А возможно, вам удастся сделать ее сегодня, удачные обстоятельства будут способствовать этому. Друзья, мы надеемся, что эта информация для вас была полезна и важна. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Но прямо сейчас на экране, друзья, видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне, понравилось больше и смотрите. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.